сейчас хочу немножечко поговорить о полтавской битве а прежде чем говорить непосредственно о полтаве надо сказать несколько слов о карле нашим двенадцатым карл двенадцатый он как бы приступил на престол сколько ему я не помню было лет 17 16 и сразу против него сформировалась большая коалиция так сказать в лице саксонные которые одновременно еще держала польское королевство то есть саксонский курфюрст август сильный был одновременно королем польши также тут участвовала дания и привлекли россию к этому делу был такой инициатор падкуль из немецких рыцарей который в общем делал ставку на августа собственно они рассчитывали на то что молодой король не удержит ситуацию и им удастся легко его так сказать разделать вот но они не учли того что во первых карлу досталось очень хорошее наследство от его отца карла одиннадцатого наследство через организации так сказать финансирование и наличие по сути постоянной армии сколько там было не помню порядка пятидесяти там тысяч человек что вообще-то очень много для швеции кстати вот рекомендую такой но любопытный шведский фильм вольные стрелки а как раз оба его отце карла молодых годах его отца карла одиннадцатого и а его войне здание он одновременно еще войну с пруссией вел пруссаком проиграл ну не пруссаком бренденбургу скорее а удачан выиграл так сказать сухую и создал так сказать вот армию регулярную да но это тоже один из череды выдающихся шведских королей 17 века начиная с густава адольфа по моему второго потом карла десятого густав адольф он воевал в тридцатую войну с германией ну вообще с габсбургами точнее на стороне протестантского лагеря и франции потом карл десятый воевал с поляками довольно успешно и с датчанами карл 11 опять-таки с датчанами и вот наконец-то карл 12 ну еще кстати не оборвалась линия еще был был крупный шведский король время екатерины так вот значит карл еще был очень способный полководец ну молодой человек она отличный тактик и такой ну человек очень не устрашивая как будто бы прямо кровь вигингов в нем проснулась и вот мы знаем что он первым делом вывел из войны данию без боя но при помощи военной демонстрации потом разгромил петра под нарвой он перекинул заметьте из швеции на десантных судах там сколько порядка пяти шести тысяч еще пару тысяч взял из этой самой ливонии то есть не было тысяч восемь а у петра было горя тысяч сорок но вот войско его убежало командовал герцар де круа вроде даже был не такой плохой полководец но что-то он себя как-то не проявил ну видимо чужая как бы почва чужие люди и он не смог нормально руководить чужой язык собственно почему они так все взъелись на бедную швецию да потому что шведы они повели себя немножко нагло они захватили хотели захватить вообще все берега балтийского моря контролировать всю балтийскую торговлю соседям это не нравилось и это был источник для постоянного конфликта то есть это была замедленная заложена бомба под шведскую здание шведского так сказать великодержавия и вот после победы над петром значит карл перекинул войска на сильнейшего противника августа значит разбил саксонскую армию оккупировал большая часть польши там русские войска постоянно бродили по польше вот и польские саксонские он там своего короля станислава ильичинского ставил который кстати потом стал тестем французского короля льдовика 15 мария ильичинского замуж за льдовика и далее карл оккупировал саксонию саксония капитулировала вышла так сказать из союза и затем он решил уже что надо с россии заканчивать ситуацию и он пошел в россию на что надеялся карл 12 к моменту нападения на россию у него была очень хорошая армия она и так то не была хорошая тут он ее пополнил саксонцами саксонские солдаты были по качеству не хуже шведских одни из лучших в европе но у них конечно были хуже офицеры но они влились в эту форматную офицерскую шведскую систему и поэтому вот это все было идеально то есть он вторгся в россию у него было 54 тысячи солдат и еще полтора десятка из риги под командованием ливенгаупта двигались на соединение с огромным обозом где было продовольствие и очень много как бы вот ядер там пуль пороха в принципе ну хорошо была проработана схема карл собирался отведутся на москву и петр предлагал ему мир сражение при головчине на границе как по россии и вот больше карл одержал победу над русским войском не то чтобы разгромную но это позволило ему дальше идти на территорию россии углубиться а он как бы отбросил русские войска и петр просил предлагал ему мир на что карл говорил мир мы подпишем в москве вот вы нас напали первыми это сказать вот дадите там контрибуцию забыл точно какую цифру по-моему там 37 миллионов гульдинов что-то такое и заодно еще москву и расшлюним на мелкие государства вот прям таки план пост и вот он таким образом вторгся территорию россии